Продолжение следует... Мне кажется, это самая сложная роль, потому что не сказать ни одного слова и сказать все. Дедушка понравился? Я передам Ленин Городича и Ваши аплодисменты. Собственно, я даже не знаю, что сказать. История – это очень простая сказка «Золотой рыбки», просто рассказанная про сегодняшних людей и, как мне казалось, достаточно современным языком в той атмосфере добрых старых советских комедий, на которых я вырос. Вот, поэтому простая белка семейная история. Нам предки оставили наследство страну. И мы ее любим, как Белкины свой старенький дом, затерянный в перелухах московских, арбатских. И мы все время хотим сделать нашу страну лучше. Мы все время жалуемся на то, что у нас не хватает средств, силы, еще чего-то. И страна вместе с нами переживает наводнения, пожары, какие-то другие катаклизмы природные. И мы все время даем слово своей стране, что мы сделаем ее лучше. А потом, к сожалению, когда приходит неожиданно удача, многие забывают о тех обещаниях, которые давали своей стране, и плевать, что здесь происходит. Страна капитализируется, продается. Неужели только с виду порядочные люди, ребята? Если есть какие-то вопросы, просто я честно даже не знаю. Мне кажется, что это достаточно интересные речи для произведения. И, в общем, я еще раз повторюсь, я рад, что с вами его сегодня посмотрел. Как обычно это происходит на фестивале «О всей души»? Если есть вопросы, мы как бы ответим. Я чувствую, что я хотела, чтобы закончилось вот тогда, когда они сдали дедушку в дом для престарелых, да, он стал дед в станкаш, и все в доме изменилось. Вот, я говорю, надо их наказать. А режиссер решил дать им шанс, чтобы они проснулись, чтобы все это происходило. Эти люди согрешили даже не в помыслах, а в подсознании, в глубоком сне. Кстати говоря, сон под утро иногда становится психоделическим. Отсюда и такая жанровая перемена ближе к концу картины. Из такой буфанады даже в некую социальную драму. Вообще история грустная же, на самом деле. И в том числе. Чего бы, казалось бы, не жить с таким дедушкой. Но гордыня заставляет делать глупости, к сожалению. Вот, поэтому... Манная каша, как национальная идея. Советую вам, сварите манку на воде. Погармите кого-либо для ось. Ой, можно, можно я хочу показать Сергея Филиппов? Сергей Филиппов, вы в зале? Пятая ложа. Сергей Васильевич, спасибо. Мне кажется, похоже. Ну, правда, здесь я похожа на артистов из Мексиканских сериалов. Больше такая прямо экзотическая. Но очень приятно. Спасибо большое.